Аминь. Итак, у нас с вами стала доброй традицией праздновать это событие. Итак, сегодня праздник Жатвы, праздник сбора урожая и День Благодарения. История этого праздника уходит во времена Ветхого Завета. Когда израильтяне, после окончания сбора урожая, благодарили Бога за обилие выращенных плодов. Это был один из основных праздников, установленных Богом для своего народа. Давайте мы посмотрим книгу «Исход», 23 глава, 16 стих. 23 глава, 16 стих. Что там написано? Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда Твоего, какие Ты сел на поле. И праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу Твою. Аминь. На проекторе вы можете видеть текст, этот стих на болгарском языке. Итак, часть урожая в эти дни израильтяне отдавали на нужды храма. И на благотворительность. В дни праздника весь народ оставлял свои дома. Ставил палатки или кущи. И жил в них. Не делай никакого дела, никаких дел. Они только прославляли Господа за Его благословение. Кущи строились таким образом. Чтобы крыша была их неплотной. И через нее можно было видеть небо и звезды. Таким образом, смысл этого праздника сводился к тому, чтобы после окончания трудов на полях всецело обратить свой взор к небесам. Отвлечься от земной суеты, от земных дел. И, конечно же, самое главное, чтобы возблагодарить и прославить Господа. Но можем сказать на это Аминь. Аминь. Сегодня же, в настоящее время, в современных евангельских церквях сохранилась традиция проведения именно такого праздничного богослужения, посвященных празднику жатвы. Христиане различных динаминаций в той или иной форме отмечают этот праздник. Вознося благодарственные молитвы за дарованные Богом земные плоды. Если мы посмотрим дальше Ветхий Завет в книге Левит. В 23 главе, там, где изложен закон Моисеев, Бог дает повеление об основных праздниках. Одним из которых, опять-таки, является праздник жатвы. Намного позже в протестантском движении стали праздновать этот праздник. И много по-късно в протестантските течения са започнали да праздноват този праздник. Особенно в Соединенных Штатах Америки как День Благодарения. Итак, жатва, что же это такое? Итак, житва, какво е това? Житва – это пора сбора урожая. Житва – это время, когда надо собирать плоды. И в определенное время были засеяны семена. Конечно же, сначала выбирается участок земли. Далее, что происходит? Эту землю поливают дожди. Люди обрабатывают землю. Бог взращивает. Наступает пора насладиться плодами рук. Насладиться плодами рук и благословений Бога. Во всех этих этапах, конечно же, есть очень важные периоды и нюансы. Какое семя будет посажено? Какая земля будет выбрана? Что сказано в Библии. Что посеешь, то и пожнешь, да? Как ты пишешь в Библии, так как поту посеешь, то ваше пожинишь. Вы согласны с этим, церковь? Согласны ли с церковью? Как вы думаете, из семян арбуза может вырасти картошка? И как вы думаете, семена на день можно ли, да израсли картофь? Нет, конечно же. Крайне важно, какие семена мы используем для посадки. И крайне важно, какие семена из бирами за дуги сложим в земята. Наверняка те, кто хоть немного знаком с огородом или сельским хозяйством, знают, что для семян используются всегда самые отборные и самые хорошие плоды. Есть здесь кто-нибудь, кто занимался когда-нибудь выращиванием чего-либо на земле? Можете подтвердить эти слова? Всегда для посадки и для семян используются самые хорошие плоды. Конечно же, благодарение Господу за урожай и земные плоды это добрый и очень хороший праздник. Но я бы хотел, чтобы мы сейчас с вами провели параллель и перенесли параллель вопроса жатвы от земных плодов на нашу духовную с вами жизнь. Ведь если Бог благословляет нас урожаем физическим, материальным, что же мы можем преподнести Богу? Помимо жертв, халы, поклонения. Как вы думаете, вообще надо ли? Мы должны что-то преподнести Богу в ответ. Или любовь — это одностороннее движение? Или любовь — это самое односторонное движение? Конечно же, да. То есть наши деяния должны быть взаимными. Итак, что говорится в Новом Завете о жатве? Чему вообще учил Иисус? Говоря о жатве. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея. Всем вам известная притча. 13 глава с 24 по 30 стихи и затем с 39 по 40 стихи. Итак, если нашли у кого есть Библии, давайте я прочитаю. Итак, другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелой и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господи, не доброе ли семя сел ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет». Чтобы, выбирая плевелы, вы не повыдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы, свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Итак, 39 стих. «Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». Аминь. Все мы с вами помним, да, это место, эту притчу. Сички, си, вспомним, и твое място и тази притча налит. На столковании притчи Христа о пшенице и плевелах мы видим, что жатва является прообразом. Жатва является прообразом. Прообраз отделения праведников от нечестивых во время приближения конца этому нечестивому миру и сбором их в Царстве Небесном. Дорогие друзья, праздник жатвы – это еще и время некого осмысления. Оценки плодов, которые каждый из нас преподносит Господу. Что посажено в моем сердце? Кто поливает? Кто взращивает посаженные семена? Что в итоге мы получаем в виде плодов? Что мы ожидаем в качестве плодов, когда придет период жатвы? Кто-нибудь задается такими вопросами из вас? Правда, молодцы. Аминь. И здесь ориентиром и маяком для нас может послужить следующее место в Новом Завете, в послании Галатам. Галатам, пятая глава, опять-таки всем известное место. 22-23 стихи. Пятая глава, 23 стих. Если нашли, давайте я прочитаю. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Аминь. Да, дорогие друзья, здесь перечислены плоды Духа. Что это значит для нас в нашей обычной повседневной жизни? Друзья, когда мы стремимся приносить эти плоды, это тот процесс, когда наш характер преобразуется и приобретает черты характера Иисуса Христа. Плоды Духа являются совокупностью Божьего характера. Это есть совокупность того, что Собой представляет Бог. Всякий раз, когда Бог приходит к нам, когда Он посещает нас Своим присутствием, Он желает видеть отражение самого Себя в нашем характере. Бог желает видеть, что мы, как Его дети, ходим и живем в любви. Бог желает видеть то, что Его дети постоянно возрастают и преображаются в образ Иисуса Христа. Все, что происходит в нашей жизни, Бог желает использовать нам во благо. У кого-то на это уходят годы, у кого-то это происходит намного быстрее. Друзья, но это процесс. Чтобы вырос из семян урожай, должно пройти время. Никогда не собирают плоды сразу после посева семян. Мы с Вами должны понимать, что это процесс. И пока мы с Вами находимся и живем в этом мире, сидим в этом зале, этот процесс не заканчивается. Вы согласны с этим? Аминь. Почему же так важно возносить и благодарение Господу? Мы можем сказать, что да, это прописано в Божьем законе, это прописано в Ветхом Завете, в Библии. А еще? Можете поразмышлять, почему мы еще должны благодарить Господа? Можете помыслить, за что очень важно благодарить Господа? Я предположу, что это очень нравится Богу. Когда наша любовь искрена, мы всегда стремимся угодить объекту своей любви. Делать то, что нравится, тому, что он или она любит. когда мы искренне признаем главенствующее положение Господа в нашей жизни, что все блага, которые нас окружают, даны от Него. Друзья, это по-настоящему нравится Богу. Я снова наберу смелость и предположу, что Божье сердце, оно ожидает от нас с Вами благодарность. Божье сердце, оно искренне ожидает и надеется, что Его чувства к нам, что они взаимны. Церковь, как Вы считаете, Его чувства к нам взаимны, Его любовь к нам, она взаимна? Что Вы чувствуете в своем сердце? Как смятать и дали любовь тому, кому нас взаимна, дали чувства тому, кому нас взаимна, как пойма в сердце, Аминь. Давайте мы сейчас клоним наши сердца. Откроем свое сердце, откроем свой дух пред Господом. Наверняка у каждого из Вас имеет повод, может даже не один, а несколько, сказать искренне спасибо Господу. Давайте мы сейчас возьмем время, вспомним те дела, те чувства, которые Господь изливает в Твое сердце. Давайте мы сейчас в это время поблагодарим Господа в молитве за все Его благодияния, за всички Те Му благодияния. Отец Небесный, Господь, мы склонили сейчас пред Тобой свои головы, мы сокрушаем пред Тобой, Господь, наши сердца. Мы искренне благодарим Тебя, за те дела, которые Ты творишь в нашей жизни. Мы не устанем благодарить Тебя за то, что Ты когда-то нас нашел в этом мире. За то, что по Твоей милости и благодати наш характер постепенно преображается в характер Иисуса Христа. Дорогой Господь, я приношу Тебе сегодня плоды Своего Духа. Те плоды, которые Ты во мне взращиваешь. Семена которых Ты когда-то посадил в моем сердце. Господь, Ты поливал и Ты взращивал. Господь, я верю, что те плоды, которые есть сейчас в моем сердце, в моем духе, они угодны Твоему сердцу. Господь, как Иисус говорил в притче о пшенице и плевелах, за пшеницата и плевелите. Не дай, пожалуйста, сорникам заглуши тех семян, которые Ты посадил и Ты взращиваешь. Молят, не позволяй плевелите да заглушат унези плодове, които Ти си посадил в моето сердце. Господь, взращивай именно те семена, плоды, которых Ти ожидаешь. Господь, изграждай точно унези семена, от които очакваш плодове Ти. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за все. Молюсь с любовью и благодарностью во имя Иисуса Христа. И Церковь Божия скажет Аминь. Познайте славу Господу. Поблагодарите Господа за Его чудесные дела. Благодарите на Господа за негови и чудесные дела. Спасибо большое, Церковь. Сейчас я хотел бы пригласить сюда на это место нашу сестру, которая поделится тоже словом. Мария Филоненко. Прошу. Мария Филоненко. Спасибо. Спасибо.